Мы рады, что мы открываем в России серию научных ожиданий и таких культурно-просветительных мероприятий, посвященных 200-летию Отечественной войны 1800-1940 года. Это событие в этом году рассматривается в контексте года истории, которые объявлены в России большие и российские президенты. И я раден, что у нас здесь собралась такая представительная группа ученых из разных стран Европы, Соединенных Штатов, Америки. Кроме того, мы рады, что здесь очень много исследователей и России, не только из Москвы, из Санкт-Петербурга, но и из других российских регионов. Я думаю, что мы за эти три дня сможем внимательно рассмотреть новейшие достижения российской и вырубежной мистериографии. Вот сейчас ко мне подходило средство информации нашей жизни, и все время спрашивали, а что будет нового, если. Ну, это станет ясно, когда это пройдет, конкуренция. Но я надеюсь, что здесь будет очень много различных сообщений, докладов. Всего у нас будет 150 участников, у нас 67 докладчиков из 15 стран. Что у нас иное то, что это событие предыдуло уже в изменение коронавируса в других странах. Две недели назад была большая конференция в Вене и в Австрии, запрещенная в 2014 году по теме «Россия, Австрия и война в 2018 году». Ожидается конференция в других странах. Для нас важно, что 17 августа, который будет конкуренцией в Евгении, организованного отлично государственного университета, мы знаем, что готовятся и польские наши коллеги организации, немецкие коллеги, ну и, конечно, страны Франции, я полагаю, тоже будут проведены несколько различных мероприятий. И я хотел сказать, что у нас есть приветствие, чем мы сейчас даем вам, что у нас есть приветствие от президента Российской Академии Науки, Академии Существующих ОСИПО. И не буду его полностью прочитывать, но у нас приветствие от участников отмечает значение этой конференции для всеовременной науки и общественно-политической карты. Он заканчивает, что уверен, что данная конференция подходит для снимания для многочисленных и полнотрольных контрактов с инвестиционными разными странами, не только в предъявлении его, но и в дальнейшем. Эта конференция привлекла внимание и нашего министерства. Уважаемые коллеги, министерство образования и науки Российской Федерации приветствуют участников международных конференций. Война 1812 года всегда была и остается очень значимым и важным событием в нашей истории. Это подтверждается тем, что Российская Федерация сформировала целый флаг мероприятий, в том числе учреждения образования всех уровней. По данному юбилею мы воспитываем наше подрастающее поколение в уважении и любви к своей истории. Важно отметить, что эта тема привлекла и внимание международного сообщества. Важно, чтобы война 1812 года получила достойную оценку и также внесла определенный флаг, заняла особое место и в контексте мировой службы. Я желаю всем успехов в работе этой конференции. Уверена, что вам предстоят очень интересные и результативные дискуссии. Всего доброго. Спасибо. У нас присутствует эта конференция президент международного наполеонского общества, профессор Марко. Морго. Продолжение следует... 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 Я должен сказать, что наша конференция, одним из соучредителей является Ассоциацией франко-российских диалогов, организацией совместной России и Франции. С российской стороны это Ассоциация сообществ, известная всем нам господин Якунин. Я очень рад, что у нас в русской стране здесь присутствует наш старый друг, коллега Трубецкой, которым я согласен, предоставляю слово. Эта конференция для меня особенно важна, потому что я сам родился во Франции, где и живу, я потомок русских мигрантов, и являюсь председателем, кроме франкрасистого диалога, являюсь председателем общества памяти императорской владии, который был еще создан генералом Горангелем в 1923 году. Я являюсь тоже потомком, конечно, многих участников Отечественной войны, из рода Трубецки, Голицына, Вильгенштейна и много других. От себя лично я тоже приветствую всех участников конференции и желаю, чтобы наша конференция расширилась для нас всех знания об этом периоде мировой истории. Спасибо. Спасибо большое. Мы благодарим организацию «Русский французский диалог». И просим передать нашу благодарность господину Якунину и вашим коллегам. Теперь я хотел бы предоставить слово для приветствия заместителя директора государственного Бородинского Моэрко-Исторического музея Доповедника, который тоже является организатором нашей конференции, господин Горзунов. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, в вашем институте здесь оно подтверждает то, что уголкуционный, института всеобщей истории, делал очень правильный выбор, определив тему первой из крупных наручных конференций, связанной с войной в 1912 году, как «Отечественная война в 1812 году в контексте игровой истории». Насколько я знаю, как оба рода конференции, они проводятся впервые. Действительно, есть целый пласт людей, которые включают войну в 1912 году, отдельные события. Исучаются эти события и в контексте гипломатической истории дипломатии, истории международных отношений. Вот такое соединение двух тем, в рамках единой конференции, и возможность общаться коллегам, которые занимаются разными области исторического знания, это является очень важным и является залогом продуктивности нашей работы. И второй вопрос, не менее важный, заключается в том, что сегодня проходит, сегодня прощаются миром, проходит какое-то время, и события и места военные, связанные с войной, они становятся уже виновной культурой. И те разного рода места, которые связаны с сражением, они становятся объектами культурного наследия. Культурного наследия относятся практически все источники, по которым мы изучаем события войны. В этой связи очень важно, что в часть этой конференции будет поездка на Бородецкое поле, где все желающие смогут увидеть, таким образом, историческая память по событиям войны в 12-м поле, причем от действия обеих сторон в Бородецком тиражении, отражена в плане как материальный пультурный. Напомню вам, что Бородецкое музей-заповедник является особо ценным ответом культурного наследия народа францисской федерации. Напомню о том, что в 2009 году Бородецкое музей-заповедник получил линию ЮНСК за направлением культурно-ландшафтным Бородецкого поля. Это единственное поле сражения на Бородецком тиражении, состояние которого от объекта наследия отречено здесь высоко. Я желаю всем вам успехов в продолжении этих дней. Спасибо. Ну и для того, чтобы вот этот день остался у нас в памяти Александра Гановича, я хочу подарить ему медаль, которая память, она посвящена кузову. Это тоже предмет материальной культуры, связанных с двухсотлетием Бородецкого сражения. Можно сказать, исповарь будущего людей. Спасибо большое. Я предоставляю слово директора Историко-Анститута, профессору Битбарова. Пожалуйста. Дорогие коллеги, друзья, разрешите по поручению ректора Российского государственного мементарного института, члены корреспондента Российской академии наук, поприветствовать вас, уважаемого Александра Гановича, сегодняшних участников конференции и пожелать всяческих успехов в нашей работе. Должен сказать, что в год российской истории проведение этой уникальной поистине конференции весьма знаменательно. У молодежи, студенческой в частности, огромный интерес вызывает события 1812 года в России, события 1813-1814-1815 годов в Европе. И понятно, что в самой нашей стране за ее пределами в самое последнее время проведены десятки конференций, круглых столовых изданных публикаций, которые, на мой взгляд, заслуживают самостоятельного отдельного обобщения и издания. Уникальность сегодняшней конференции уже хотя бы в том, что более половины ее участников – это зарубежные гости. И я считаю, что она действительно пойдет в историографический аналог исследований этих событий в России и за рубежом. Во-вторых, что хотелось бы подчеркнуть сегодня – это изучение Отечественной войны в 1812 году и событий, сопровождавших ее в Европе, в мировой контекст, рождают новые исторические поля, новые проблемные задачи ставят. И в частности, это проблематика военно-исторической антропологии. С этой точки зрения исследуются очень многие вопросы, задачи идут. Это подчеркивает и сегодняшняя повестка дня. В-четвертых, расширение источникового поля, источниковического анализа всех источников, которые сегодня представлены на суд ученых – это тоже очень важно. И последнее, что хотелось бы подчеркнуть сегодня – это неразрывная связь образовательных, просвещенческих и воспитательных задач в связи с изучением проблематической Отечественной войны 1812 года в мировом контексте. Именно над этими проблемами очень активно сегодня в России и за рубежом трудятся ученые Академии наук и кузовское образование. Спасибо. Спасибо большое. Я хотел бы сказать участникам, что некоторое время назад, пару недель назад, в России произошло довольно большое событие на историческом, то есть только историческом наочке исследования и образования. В России восстановлено и создано вновь Российское историческое общество. Вообще у нас было когда-то императорское историческое общество, а сейчас, благодаря инициативе целого ряда организаций научных, учебных, воссоздано Российское историческое общество. Оно начинает только свои деятели. И я очень рад, что первые конференции, которые организуются здесь, и которые мы можем здесь поприветствовать и сообщить о создании общества, как раз посвящаются событиям 1812 года. У нас здесь присутствует ответственная передача исторического общества, руководитель аналитического управления Московской Российской Возвращенной Думы, историк наш, коллега Андрей Петрович Петрович. Пожалуйста, Андрей Петрович. Спасибо, Александр Аганович. Действительно, 20 июня состоялось учредительное собрание Российского исторического общества. Я должен сообщить присутствующим, что Александр Аганович, еще бы я стал соприкоседателем этого общества. Сейчас заканчиваются регистрационные процедуры. И здесь я нахожусь, но, конечно, мне приятно вновь оказаться в стенах Российской Академии Наук. И видеть здесь много знакомых и приятных лиц. Но сегодня я здесь еще и по поручению приседателя Российского исторического общества Сергея Евгеньевича Нарышкина, приседатель Государственной Думы. И от его имени я передаю самые теплые слова. Это желание успешной работы этой конференции. И вообще очень рад, что год Российской истории, так скажем, продолжает свое шествие. И проходит очень много интересных мероприятий. Выходят новые работы, приходят содержательные интересные дискуссии. И я должен напомнить, что год Российской истории, указ президента Медведева, возник именно из-за того, что на этот год пришелся целый ряд очень значимых юбилейных событий. И один из главных аргументов в его объявлении был как раз в этом, что в 1150-летие зарождение Российской государства, в 500-летие войны, в отечественной войне 1712 года, приходилось еще целый ряд очень значимых исторических дар. здесь последовательность, так скажем, логика, она обратна. Именно из-за того, что мы отмечаем в этом году юбилей и победы в войне, в отечественной войне 1712 года, появился год Российской истории. А уже на том плане года Российской истории, появились такие смешательные мероприятия, как создание российского исторического общества. Поэтому я думаю, что эта связь, она останется только своего рода такой памятник. Очень интересно то, что в программе этих интересов вообще война 12-го года имеет одну удивительную особенность. Память об этой войне, память об этой войне отсутствует. Какая-то ненависть между участниками, потомками участников этой войны. И вот эта особенность, которая является историческим памятником, вызывает, так скажем, особого изучения и обращения к себе. С доклада данной конференции я посмотрел программу. Обращает на себя внимание то, что мы ушли от поисков, наше научное сообщество ушло от поисков виновных, правых, от каких-то акций, связанных с судом истории. И обратилась, обратила свое внимание на те аспекты, которые можно причислить к интересным явлениям исторической культуры, о том, как развивалась наша память, память разных народов об этих сложных, трудных событиях в сотлетней давности. Я думаю, что это очень перспективное направление, и желаю исторических успехов в плодотворном дискуссии. Мы ждем, что конференция пройдет на высочайшем уровне и оставит свой след на стереографии. Спасибо. Спасибо, Андрей Евгеньевич. А я надеюсь, что вы в анализ исторического общества запишите, что первая конференция в обществе состоялась менее чем спустя месяц после создания общества и была посвящена нашей конференции. Уважаемые коллеги, у нас завершена, так сказать, такая протокольно-премениальная часть. Мы можем перейти к научному содержанию нашего утреннего свидания. Субтитры создавал DimaTorzok